всем привет всем привет всем привет я пришла с тренировки напоминаю вам о том что я начала тренироваться опять заново буду рассказывать о своих успехах тем кому интересно тоже на моем канале youtube все там же кто очень долго думал собирайтесь девчонки присоединяйтесь вместе будет однозначно интереснее я уже поделилась своим видео на тренировке какие я делала там упражнения вот создала группу ну группу к сожалению наверное все таки я буду делать такой достаточно закрытую много народу туда пригласить не могу но если кому-то не хватает мотивации я приглашаю в мою группу в ватсапе пишите в личку ну единственное что если человек не будет писать там не будет участвовать конечно так периодически я буду подчищать чтобы просто но как бы у нас жестко будет мотивация просто настроение взаимообменным позитивом питанием какими-то выходами быстрее приготовление полезной еды после тренировки до тренировки что можно скушать что нельзя скушать какие-то советы друг другу ну поддержать как бы и вместе как бы за результатами я начала и вас тоже как бы могу поддержать я сейчас хотел рассказать мне написал моя девочка коллега о том что у нее такая проблема здравствуйте у нее такая проблема и она спросила как я считаю на этот счет с этой ситуации что делать когда нужно провести процедуру человеку уже не обговоренную да то есть дополнительную коррекцию когда мы рассчитывали уже получить результат да и клиент говорит я недоволен мне не нравится цвет там мне не нравится что то что то что то и ну и вы как бы говорите и тогда нам нужно делать еще одну процедуру то есть это допустим будет третья процедура да не обговоренная или там может быть четвертая процедура ну как правило во всех этих случаях есть такой момент что где-то мастер что-то может быть не учел и плюс особенности кожи до или организма или что-то там клиент сделал в любом случае ну как бы коротко я скажу так что я в такой процедуре отношусь стоимости отношения цены отношусь как она платная это та же работа это все то же самое просто вы определите для себя сколько вы будете брать с человека за такую процедуру я беру 50 процентов от стоимости нормальной обычной коррекции вот например приходит у вас на коррекцию да ну скажем 2000 вас стоит коррекция то есть если человек после второй процедуры говорит что что-то там не то или что-то там не то у вас вышло и вам нужно дорабатывать доводить до идеала то тогда можно разбивать эту стоимость пополам и человек приходит за тысячу делает еще что-то да там через два месяца он пришел говорит ну вот мне там что-то не нравится хорошо 1000 рублей подделываем еще не советую вам работать бесплатно а так ну решайте сами работать бесплатно вы потратите достаточно времени но вы себе как бы не не должны ущемлять себя это если это не неуверенность в себе это какое-то чувство вины которая мешает мастеру полноценно просто оценивать свою работу потом второй вопрос она тоже это же мне девочка задает она говорит и вот как быть вот например у меня клиентка сделала брови и а у нее брови мы сделали ей брови и у нее брови стали серого цвета такие ну как серые до серым оттенком все знают а видно хотелось бы что-то покоричневее я предполагаю что там такая кожа она горит кожа кровила я предполагаю что там кожа такая бледненькая или наоборот розовенькой но пористая и даже вот такая может быть даже шелушится она у нее иногда то есть это да в чем говорит что кожа заведомо будет делать любой вам пигмент более холодным следовательно что здесь можно сделать например я вот выложила видео о том как я делала процедуру бровей заканчивая там нарисовал волоски уже вот я уже давно что волоски не рисовал то что работала на стрекозе и было как то мне боялась я не знаю смогу не смогу тоже до этого ручкой рисовал всегда волоски вот ну тут попробовала получилось все нормально как бы прилично и мне понравилось работала стрекозой пунктуры рисовала волоски холодным цветом вот я к чему я к тому что если вы получаете холодный цвет то просто берите но в конце концов вообще оранж возьмите прям оранжем покрасьте да немножко затеплится у вас этот серый цвет а вообще смотрите круг до цветовой круг а смотрите у нас в круге в этом вся весь секрет красителей как этот про колористику сейчас немножко так вообще он раскладывается то есть мы говорим о одинаково интенсивных цветах например если мы с вами берем вот такой интенсивности желтый да вот он вот такой яркий желтый не вот такой бледный да а вот такой ну ближе к оранжевому да то остаток или красноватый там ну скажем вот такие вот до брови с рыжинкой то естественно вы должны брать по яркости по насыщенности такой же насыщенный цвет если у вас уже девочки получились серые брови до серый это не насыщенный цвет правильно тогда вы не можете взять вот такой чистый оранж и им покрасить чтобы получить коричневый цвет этот принципе правильный выход это противо друг друга корректирующие цвета то есть мы можем получить коричневый на выходе но вы же понимаете что коричневый цвет вы получите только в том случае если у вас оранж будет соответствовать яркости вашего насыщенности вашего цвета который вы корректируйте следовательно если вы хотите поработать с серым вывести его с такой в средний коричневый да то вы берете по яркости среди средний до средний дочь не совсем светлая а какой-то средний цвет противоположный до теплый и им работаете либо второй вариант вы работаете тем же оранжем только с водой до немножко под разведенным или разведенным но в крайнем случае уже тем же пигментом которым вы делали брови первый раз клиентки да она пришла но не какие-то холодные то есть ну если у вас вы не знаете что делать у вас готового пигмента нет вот такого чтобы говорить ну вот вот я его возьму а просто тогда сработаете оранжем во первых оранж это чистый будет пигмент вы там никакой грязи не наделаете не наслоите опять же холода то есть в оранжи холода вообще нет то есть вас это будет для вас это будет гарантия что вы на выходе получите цвет какой-то вот ну вот у меня мальчик висит интенсивности скажем вот такой да то есть оранж с водичкой вот на такой серенький цвет дату получить какой-то интенсивность вот такой вот для блондиночки скажем да там цвет бровей понимаете к я думаю вы все умненькие все все это знают просто я вопрос задали и вот как бы я на него отвечаю никогда не используйте вот такие вот разбавители светлые вот такие как это кожи цвет кожи да я не виду для бровей не надо туда эту побелку в воде девчонки лучше используйте обычные делуэнты специальные для разбавления пигмента или используйте нож конце концов не знаю я знаю мистера есть берут хлоргексидин просто воду дистиллированную воду да есть вот это вот водичка дистиллированной детям закапывать они прям в капельках вот ну купить в конце концов просто вот эти капельки чистые для промывания вот носика они глазок есть но эту капельку открывать флакончик капать вот что еще когда приходит к вам такие серо-серо-голубые брови до или ну со старым татуажем следовательно у вас интенсивности опять же за голубые серые да это же не яркие поэтому не берите никогда вот прям совсем такой чистый оранж всегда его немножечко тоже разводите чтобы пожиже был и красть тем же я не знаю самым напылением но в том случае если у вас кожа холодная и вы сделали процедуру с нуля вы приходит к вам девочка говорит смотри вот у меня серый не нравится хочу коричневый да и у нее такая вот а жирная такая сиборейный знаете подшелушивается кожа вот участвую таких она так вот даже где-то переносится здесь вот может шелушиться на лбу какие-то вот поры что-то шелуха какая-то мелкая сыпь вот такая вот такая вся вот то конечно здесь очень аккуратно надо здесь даже про ну такой тепленький немножко оттенок будет все равно холодным потому что вы укладывая пигмент верхние слои в этой коже очень рыхлые очень такие они никакие через два месяца вообще верхний слой весь уйдет и вот это вот холодрыга останется внутри который уже на уровне сосудов настолько вот эта рыхлость верхняя зефирность что она не не несет пигмент а то что положено было глубже она холодит поэтому ну что здесь если вы возьмете совсем явно теплый цвет на такой кожи то она придет с красными бровями вот поэтому здесь еще такой вариант вам могу предложить работайте двумя ясными цветами до 1 пусть будет у вас холодным подтоном да а другой будет явно теплый и так как вот я показал на видео в ю тубе выложила если хотите зайдите там у меня татуаж бровей и в скобочках волоски плюс тень первая часть и вторая часть вот я вторую никак не загружу а суть в чем что я рисовала волоски я вам покажу рисовала такой схемы знаете достаточно редкой потому что там у меня такая кожа как раз от той который я вам сейчас рассказываю вот такую редкую схему выбрала и между этими волосками редкими такую редкую схему до скажем взяла вот там где-то вот в центре еще потом добавила другим цветом более светло основным цветом холодным прошла на первый скелет а вот этот редкий то есть верхние нижние ряды вот этот первый ряд вот этот нижний 2 я их сделала основу шоколадным трюфелем из аквы и потом пошла уже по вот этой основе я взяла и из аквы а хазал орех да и покрасила в меж волосков двигаясь до двигаясь вот так меж волосков чтобы не разбивать как бы поперек ну понимаете то есть двигаясь меж волосков для центральную как бы зону не касаясь сильно краев и не не касаясь края головки вот здесь вот сюда заложила больше тень из-за хазала хазал все знают он такой золотистый он даже у кого-то как желтоватый красноватый может так вот у кого-то он такой ореховый в общем он немножечко в этом плане хорош в то что в чистом виде он вам даст теплый тон до основу теплого тона а волоски будут холодный тогда вам не надо мучиться исправлять холодный цвет до брать там корректоры какие-то а просто заведомо если вы видите такую вот не очень удачную кожу она жирная шелушится пористая такая с красным подтоном сосудами то просто работайте двумя цветами укладывайте их вместе в разную технику и у вас не будет такой уже прям проблемы что делать серым а я что делать с красным ну вот я работаю так вам мои кладовые вообще секреты выводы кто-то делает но может быть как-то по-другому вот но мне задали вопрос я на него попыталась ответить чтобы помочь но и думаю вдруг у кого-то есть такие проблемы и кто-то вдруг вот еще не дошел до такого вывода это очень логично я думаю последовательность действий поэтому девчонки вот так можно работать вообще с кожей которая привет ростов ростов классно юг тоже такой кожей работаете очень аккуратно если она кровит она там что-то все у нее не как вот знаете я работала вчера на женщине вот она уже как бы в таком среднем возрасте я зарисовала первые волоски закрепила эскиз стерла и при вижу что волоски просто как царапины пустые без краски без краски я понимаю что ага кожа такая все с ней ясно вот при этом у меня поступление краски было хорошее и я вам что хочу сказать такие минуты обратите внимание на то что возможно можно сделать более сильный нажим более с хорошей вибрацией поработать прям вот но в этом случае ответственность на вас потому что усиляя нажим на такой коже вы заведомо можете прям реально углубляться и получать прям то есть вы когда волосок прошли вы прям сразу видите он держится если он по пошел облачка у него вокруг то есть он волосок и вокруг него такая знаете начинает как это дымка дымка так появляться знаете вот так волосок и вот этот как подсинять все это значит засадили это глубоко но это не страшно на самом деле буквально один-два волоска если таких у вас в брови будет но в конце концов все это как бы тоже выходит со временем корректируется уже не всю бровь так засадили вот значит что вот вы на таких вещах сразу смотрите как вам рисовать нажим волоска как вам действовать когда вы закончили прорисовку из киева верни когда вы ведете отрисовку эскиза закрепление волосками всегда следите вот в этой зоне вот в последней части брови следите за тем чтобы ваш нажим был меньше бегу вот у меня девочка спрашивала оля вот она сейчас прибежит на трансляцию будет пересматривать всегда следить за тем что ваш нажим вот в этой зоне был слабее чем вот в этой и очень следите за тем же нажимом вот здесь вот начало и вот самый конец вообще то есть еще с нажимом вот здесь посередине вы можете быть смелей то есть как на практике показывает там кожа такая как бы более плотная привет аль я уже сейчас ответил на все твои вопросы ты потом перри включи пересмотри трансляцию вот я думаю там достаточно все будет тебе понятно вот а по поводу отрисовки вот этих вот волосков в этой зоне в этой очень очень следите потому что если вы увидев кожу вот такую вот рыхлую вот такую всю до пористую сосудистую вы начнете на ней рисовать она кровит да вы понимаете что вы чуть-чуть там делается ничего не остается вы туда глубже кровь что делать и чем в таком случае я вам очень советую дам вам такой совет добрый просто работать тогда с анестезией больше анестезии берите больше вводить анестезии провели первые следы прошли закрепился у вас вы видите вы видите весь эскиз все наложите хорошенечко сустреин скажем да замажьте это впитаете его замажьте это все вазелинчиком и накройте пленочка если хотите не обязательно можно вазелинчиком и перейдите на другую бровь когда вы вернетесь у вас уже хорошее побеление будет вы пойдете уже более последовательно каждый волосок медленно медленно и так чтобы у вас как говорится точечки шли вибрации рядом но двигались чтобы не засаживали мы вот вот такие дела все всех целую будут вопросы пишите в личку если что-то интересные какие-то вопросы будут я буду выходить на них рассказывать в трансляциях все